Бархатный сезон в самом разгаре. Пока большая часть страны готовится к зимним холодам, курорты Черного моря ждут отдыхающих. Куда поехать этой осенью, а также какие популярные направления этого года выбирают жители Заполярной столицы, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Бархатный сезон набирает обороты. Жители округа всё чаще приобретают путёвки за границу. Это не только Абхазия, но и недавно открывшийся Египет. Также большой популярностью пользуется Турция, поскольку там ещё достаточно тепло и можно загорать, купаться. Страна достаточно с простыми правилами въезда по коронавирусу. И также более эксотические страны, в частности Доминикана, где для въезжающих практически не требуется никаких справок, ПЦР-тестов, вакцинации. То есть всё достаточно вольготно. Арабские Эмираты, ну и, наверное, Российское побережье, вообще Россия в целом, поскольку у нас есть возможность сочетать и активный отдых, и экскурсионный. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, северяне не боятся выезжать за пределы округа. А вот что касается въезда в другие страны, то в каждой действуют свои правила, будь то ПЦР-тестирование или вакцинация. Есть страны, которые требуют уже, например, ПЦР-тест либо вакцинирования, то есть либо сертификата вакцинации, в частности это Турция. Есть страны, которые требуют ПЦР-тест от всех въезжающих. Даже если ты вакцинирован, например, Арабские Эмираты, ты всё равно должен сделать ПЦР-тест и показать, что ты не болеешь. То есть требования у всех стран отличаются, но тем не менее народ относится к этому сейчас с пониманием, и мы подсказываем всегда, как правильно въехать в ту или иную страну. По сравнению с прошлым годом, туристический поток заметно увеличился. Жители региона с пониманием относятся к тому, что происходит в мире. Поэтому выбирают с меньшим страхом новые направления и ездят в том числе и по России, и за границу. Красное море, конечно. Это Красное море, да? Египет, да. Турция там, Египет, Саудовская Аравия. Я и в Америке была, и, как говорится, и на Украине, но мне нравится в России. Я везде люблю отдыхать, где придётся, где позволят средства или настроение, какие-то желания минутные. Однако не только курорты Краснодарского края пользуются популярностью у российского туриста. В Ненецком округе своя программа развлечений. И пока северяне едут на моря, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов приезжают посмотреть заполярную столицу. У нас потихонечку люди узнают про Ненецкий округ, начинают приезжать сюда с разными целями. То есть, если раньше это была больше охота и рыбалка, то сейчас всё-таки люди приезжают для того, чтобы познакомиться с Арктикой, для того, чтобы увидеть северное сияние, увидеть культуру ненецкого народа и с другими целями. То есть, в принципе, поток достаточно большой. И летний сезон у нас сейчас только будет заканчиваться. Бархатный сезон в Заполярье будет достаточно прохладным. По прогнозам синоптиков, температура воздуха не будет превышать плюс 10 градусов тепла. Такая первая осень за последние 4 года, которую можно охарактеризовать как очень холодную и дождливую. То есть, среднедекадная температура воздуха у нас составила порядка 7 градусов, а осадков выпало 45 миллиметров при месячной норме 50. То есть, можно себе представить, у нас практически выпала месячная норма осадков. И по прогнозам, прогнозируется температура до конца этого месяца порядка 7-9 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Будет облачно, с кратковременными дождями, но и опять же осадками в виде дождя. Дольше всего бархатный сезон держится в Краснодарском крае и Крыму. Самое позднее, когда он завершается в первых числах ноября. Наталья Дуркина, Вадим Стасёк, Телеканал Север.